Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. О событиях в городе-регионе расскажем прямо сейчас. Своим трудом и опытом помогли в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. 26 апреля – Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Десногорск стал первым атомным городом в проекте «Энергия общества» – школа общественного самоуправления. Очередное заседание городской административной комиссии. Не верим мы, что завтра будет поздно, что жизнь пройдет. Праздник в честь юных десногорских литераторов. Дорога памяти – масштабная патриотическая акция, приуроченная к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Смоленске. Десять городов участвуют в эстафете, организованной Следственным комитетом России, чтобы собрать в специальную капсулу землю с тех мест, где воины сражались за победу. На протяжении всего капсульного маршрута в городах героев будут проходить памятные мероприятия и встречи с ветеранами войны и представителями молодого поколения. В Смоленске в акции «Дорога памяти» участие приняли руководство и личный состав регионального следственного управления, представители власти и силовых структур, юнормейцы и школьники. Завершится эстафета в мае у стен Брестской крепости, куда торжественно будет доставлена патриотическая капсула с землей. Международный день памяти Чернобыльской аварии отмечается 26 апреля. В этот день в 1986 году произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, повлекши за собой техногенную катастрофу. На митинге в Десногорске, посвященном памяти тех событий, побывала наша съемочная группа. Весь мир вспоминает сегодня одну из самых страшных техногенных катастроф 20 века. Ровно 33 года назад в результате аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел значительный выброс радиации. Существенно загрязненными оказались территории Украины, Республики Беларусь и Европейской части России. Воздействию радиации подверглись почти 8,5 миллионов человек в трех пострадавших странах. Дань памяти событий тех лет отдали в Десногорске. Наш долг всегда с благодарностью помнить о героях, которые день и ночь самоотверженно боролись с последствиями техногенной катастрофы. На памятном митинге присутствовали представители администрации, предприятий города, духовенства и политические деятели. Мы сегодня собрались отдать дань уважения ликвидаторам аварий. Чернобыльская катастрофа, она не только унесла жизни ликвидаторов, но и до сих пор уносит жизни многих наших граждан. Мирный атом, он до того времени, до той поры мирный, когда с ним мирно обращаешься, вольно с ним обращаться нельзя. И он дал нам горький, но правильный урок. Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своего здоровья, а иногда и жизни, не раздумывая, отправлялся в самое пекло Чернобыльской катастрофы. В завершении митинга к подножию монумента жертвам радиационных катастроф легли цветы. Благодарность за героизм ничем не измерить, ее можно только выразить. Радуясь каждому дню, за который было отдано так много чужих жизней. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Смоленским таможенникам на помощь прилетели беспилотники. Объединив свои усилия, сотрудники таможни и Росгвардии выявляют большегрузы с санкционными товарами. С земли они следят за работой беспилотника. Всего за два часа летательный аппарат может обследовать 120 километров пути. А это и дешевле, и быстрее, и удобнее, чем на автомобиле. Сейчас вдоль российско-белорусского, казахского и грузинского участков государственной границы вахту несут 35 мобильных комплексов. Только за последние два месяца с помощью беспилотников выявлено более 50 транспортных средств запрещенной продукции. 18 апреля в Десногорске глава города Андрей Шубин обсудил с представителями общественности участие муниципалитета в новом проекте «Энергия общества. Школа общественного самоуправления». Подробности далее. Новый проект «Энергия общества. Школа общественного самоуправления» – результат ранее подписанного соглашения о сотрудничестве между Фондом Ассоциации территорий расположения атомных станций и Общенациональной Ассоциацией территориального самоуправления. По инициативе главы города Андрея Шубина именно Десногорск стал в 2019 году первым из атомных городов участником этого проекта. Эта инициатива поможет повысить уровень образовательной подготовки участников территориальных самоуправлений и стимулировать появление новых самоорганизаций. В настоящий момент в Десногорске проводится работа по актуализации правовой базы в сфере территориальных самоуправлений. На стадии утверждения находятся границы первого городского ТОСа в пятом микрорайоне. Участникам проекта «Энергия общества» предоставляется пошаговая инструкция по созданию и ведению деятельности территориального самоуправления. До 1 августа от самоорганизации принимаются предложения по благоустройству города. Объем финансирования каждой заявки составляет до 100 тысяч рублей, а срок реализации – до 30 ноября 2019 года. Более подробную информацию можно получить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Федеральный законопроект, который защищает права обманутых дольщиков, одобрен смоленскими депутатами. Согласно документу, застройщик, который не ведет деятельность на объекте в течение года, признается банкротом, а активы компании будут реализовываться для выполнения обязательств перед потребителями. В свою очередь, покупатели жилья вправе требовать признания права собственности на квартиру в незавершенном жилом объекте. Таким образом, закон станет новым шагом в сторону защиты прав дольщиков. Административная комиссия Десногорска продолжает своевременно реагировать на правонарушения, которые входят в компетенцию ее рассмотрения. На очередном заседании комиссии побывала наша съемочная группа. На заседании комиссии 23 апреля было рассмотрено 10 случаев нарушения законов Смоленской области. Большинство административных дел были представлены протоколами по статье 27 «Нарушение тишины и спокойствия». Несмотря на регулярность подобных правонарушений, Десногорска продолжает тревожить покой своих соседей в непредназначенное для этого ночное время. Законом за это предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Кроме этого, правонарушители ждут и другие последствия. И в вашей биографии будет стоять отметка, что такого-то числа вы были привлечены к административной ответственности за нарушение статьи 27. Вот самое главное. Также комиссия следит за дисциплиной торговых предприятий города. Соблюдение требований благоустройства, в том числе своевременная уборка прилегающей территории, важная мера порядка и безопасность муниципального образования. Такое нарушение было представлено одним протоколом. Олег Славьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Чтобы пройти в кинотеатр или библиотеку, совсем скоро придется показывать паспорт. Такой закон приняла Государственная Дума в окончательном третьем чтении. Нововведение запрещает допускать несовершеннолетних на мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории старше 18 лет. Теперь, чтобы попасть на кинофильм или взять книгу с пометкой 18+, могут попросить паспорт. Предполагается, что таким образом подрастающее поколение будет защищено от негативных влияний откровенных или негативных сцен из кинофильмов и книг. 25 апреля в Доме детского творчества состоялся литературный праздник «Лишь слову жизнь дана». На мероприятии были представлены лучшие работы десногорских школьников. Ребята писали сочинения, брали интервью и сочиняли стихи. А лучшие работы были озвучены. Подробности в сюжете. Более трёх месяцев в Десногорске проходил конкурс детского литературного творчества «Лишь слову жизнь дана». Начиная с января любой школьник мог заявить о своём литературном таланте. По итогам заседания жюри, которое состоялось в апреле, были отобраны лучшие работы. Завершающим этапом стало награждение победителей, призёров и участников. Именно в честь этого события авторы лучших произведений собрались на этом литературном празднике. Школьники сами читали свои произведения вдохновенно и пронзительно. Одна из литературных работ «Молитвенное русское слово «Хлеб как символ счастья» была отыграна театральным коллективом «Гном». Юные актёры настолько вдохновились сочинением девятиклассницы Юлии Лебедевой, что смогли своей игрой очень точно отобразить посыл автора. «Колдовские манят себе яркие бетвины торговых центров и броские вывески на небоскрёво». И, как признаётся автор этого глубокого по содержанию произведения, была проделана ответственная и основательная работа. «Мы очень много думали. Мне помогала гласная руководитель Статьяна Алексеевна. Большое спасибо». Писали мы сочинение довольно долго. Мы много переписывали, но пришли к хорошим результатам. После того, как лучшие работы были прочитаны со сцены, школьников ждала заслуженная награда за свой труд – памятные дипломы, благодарственные письма и книги. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна ТВ. На сегодня это все новости. Всё самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok